Тельцы, приветствую вас, мои дорогие! Давайте посмотрим ваш расклад на октябрь месяца. Что вас ожидают в начале, в середине и в конце месяца? И первая карта для вас на начало месяца, Тельцы, это карта семеркой Пентакли. Семерка Пентакли показывает уже в начале месяца октября, вы должны входить с новыми какими-то целями, с каким-то новой, какие-то мысли для вас. Потому что Высшая Сила вам дает возможность, чтобы вы взращивали те цели, которые вы уже желаете. Люди, которые находятся в отношении, здесь показывают, что вы должны переходить на другого уровня. Может вам нужно как-то больше желания в отношении что-то поменять. Как-то больше, может, если те, которые на начальном этапе в отношении, переходить на другие. Мужчины и женщины одинокие, это касается ваших новых целей, которые вам именно приведут по финансам к более стабильности. Какие-то будете собирать. Если у вас будет желание начать чего-то новое именно в начале октября, то где-то в будущем где-то 7 месяцев вы будете собирать. Это будет исполняться у вас. Давайте посмотрим следующая карта на начало месяца для вас. Двойка Кубка. Самое главное, да, знаете, прислушиваться то, что ваша душа говорит. Самое главное услышать то, что у вас внутри. Какой голос, да. Если вам говорит, да, давайте, переходите в отношении на другого уровня, да, вам нужно это сделать. Потому что эта карта, двойка Кубка показывает, что здесь есть доверие, здесь есть интуиция, да, что вам нужно уже, да, уже это время, ну, как бы пришло для того, чтобы вы что-то поменяли. Для некоторых женщин, я хочу сказать, что можете узнать о беременности, да, здесь может быть касаться, что будете узнать, да, может быть это где-то 2-го числа, а может до 7-го числа, да, что у вас есть как бы беременность. Давайте посмотрим следующая карта в начале. Рыцарь и Жезл. Мужчины и женщины одиноки. Знаете, уже в начале октября показывают очень много для вас было этот период, да, как испытательные, да, какие-то жизненные уроки, какие-то, знаете, взлеты, падения, взлеты, падения. То черная полоса, то все налаживается. Но у вас было такой, знаете, как кармический урок, как, знаете, как ситуация, которую вы должны были проходить, да, вы должны были идти к этому. Но только через боли, да, мы приходим к что-то новой. Поэтому самое главное постарайтесь, да, себе ставить какие-то желания, цели для того, чтобы они в будущем исполнялись. Давайте посмотрим следующая карта, да, следующая карта на середине месяца для вас. И это карта пятерка, пятерка Пентакли. Это уход каких-то пустых надежд, уход каких-то проблем, каких-то переживаний, каких-то ненужных, может быть, людей из вашей жизни. Но то, что уже на середине от вас что-то уходит, да, это однозначно. Здесь как бы показывает, что в чем вы раньше, да, может, мечтали, может, желали, как-то от вас уже уходит, у вас идет уже взращивание новой, да, какие-то новых ваших мечты. Давайте посмотрим следующая карта. Следующая карта на середине для вас. Это карта Верховная Жрица. Верховная Жрица — это женщина, это показывает ваша интуиция. Как правильно я сказала, прислушивается ваша интуиция, прислушивается то, что ваша душа говорит, то, что она вам, да, будет как подсказка для вас, да. Мужчины — это ваши, те, которые в отношении, это ваша женщина. Это ваша мудрая, да, женщина, которая может вам помочь направлять, как вы должны что-то для вас, да, сделать. Я хочу еще сказать, что по Верховной Жрице, да, может уходить какие-то тайны, может от вас уходить какие-то ситуации, которые как бы были для вас нужны, да, в прошлом узнать, но они как будто, да, высшие силы от вас, да, убирают. Их как бы на, вот именно на середине октября вам не нужно об этом знать. Давайте посмотрим следующая карта на середине месяца. Это Восьмерка Кубка. Это касается вашего прошлого. Это касается что-то, знаете, пустые, какие могут быть и отношения, пустая какая-то работа, да, какие-то переживания, которые были для вас в прошлом, да. И по Восьмерка Кубка показывает, что даже ваше желание будет на середине просто все отпускать с прошлого. Воспоминания, даже если были хорошие, да, если были даже то, что нехорошие, вы будете, да, вот как-то их отпускать. Давайте посмотрим следующая карта на конец месяца для вас, стильцы. Следующая карта это Шестерка Пентакли. А знаете, почему у вас уже дается новый, взращеневый, да, новый какие? Потому что показывает, что Высшие Силы уже благородны по отношению к вам. Они вам дают эту помощь. Они вам помогают из-за того, что в прошлом у вас была такая ситуация, что вы помогали. У вас показывает, что от вас кто-то, да, нуждался в помощи, вы помогали. И сейчас на сегодняшний день, да, в октябре Высшие Силы вам дают эту помощь, которую вы нуждаетесь. Давайте посмотрим следующая карта. Следующая карта для вас на конец месяца. Это карта Суда. Правильно я вам сказала, что Высшие Силы вот на конец месяца уже будут благородны к вам. Здесь, знаете, очень много, как я сказала, по Рыцарю Жезла были какие-то кармические уроки, можем сказать. Но это уроки, которые вы должны были пройти, да, для вас было это очень болезненно. Знаете, как говорится, все горит под ногами, все пылает под ногами, но самое главное не отпускать руки и идти к тому, что вы желаете. Карта Суда показывает еще то, что вы будете, знаете, как сгореть до тла и возобновиться заново, как птица Феникса. Дать возможности, да, взращиваться в новый, как даже может самого себя, как человека. Вот как было в прошлом, уже вам не нужно это быть, да. И, знаете, даже может быть, что некоторые прошли какие-то разводные процессы и сейчас уже идут, да, начало чего-то нового, новые отношения, новые какие-то желания. Давайте посмотрим карта Совета, что вам Высшие Силы Совета и для вас, мои дорогие тельцы, карта Солнца. Вот на протяжении всего месяца, да, вы будете полны энергии, полны оптимизма, да, для вас будет все получаться, все казаться, что все хорошо, что радуга, да, все над вашим головой, голове, солнце вам светит. Вот именно постарайтесь сохранить. Как я сказала, те мужчины, женщины, которые имели, да, очень сильно желание, чтобы забеременеть и очень долго не получали, показывает, что это будет какой-то, да, какой-то, да, что у вас придет это время, что вы узнаете именно в октябрь месяца. Конечно, мои дорогие, это общий расклад. Для личного расклада обращаемся по номеру телефона, который указан на экране. И для того, чтобы не пропускать новые видео, подписываемся на YouTube-канале.